Родному округу с любовью выставка картин под таким названием открылась во Дворце культуры Арктика. 28 представительниц прекрасного пола из коллектива «Артмастерско» решили сделать такой подарок в честь дня рождения округа. Все работы на выставке выполнены в технике «Роспись по шелку», которая появилась в Древнем Китае более 5000 лет назад. О шелковом пути на ринмарских художниц расскажет Любовь Пермякова. Вера Захарова показывает одну из своих работ, представленных на выставке. Свой шелковый путь к освоению одного из древних видов искусства – рисования по шелку – она начала в ноябре прошлого года. В копилке художницы уже более 10 картин. Таких результатов, говорит Вера Федоровна, она добилась благодаря талантливому руководителю артмастерской Натальи Поликарповой. Никто не рисовал, все мы начинали с самых азов, никто никогда в жизни кисточку в руках не держал практически, ну за исключением школы. И все мы начали занятия с полного нуля, и постепенно, постепенно все мы изучили, и цветовые гаммы, и рисунок, и композицию. Во-первых, я вселяю во всех уверенность, что всегда у всех все получится, потому что есть страх испортить. Когда ты пишешь работу, ты боишься, может быть, там это. Поэтому у нас ни у кого уже этого страха нет. По словам Натальи Александровны, рисование по шелку требует огромного терпения. Некоторые картины пишутся в несколько слоев. Вот некоторые пейзажи пишутся по шесть слоев. Сначала делается замалевочка, потом прописывается один слой, потом второй, третий, и в итоге там шестым слоем мы завершаем. И вот он получается такой, действительно, кажется, очень легкий, а на самом деле труда там вложено очень много. Некоторые работы писались по месяцу. Глядя на картины, сложно поверить, что их создавали не профессиональные художницы, а обычные женщины, чей труд далек от высокого искусства. Одна из них – Ивана Федотова. Я занимаюсь здесь всего лишь с апреля, и уже за это время выпустила три работы, даже попала на выставку. Это прекрасная возможность вообще заниматься творчеством, потому что на работе у нас, к сожалению, бумаги, все скучно, а тут приходишь и отдыхаешь душой. Это очень здорово. Наталья Александровна действительно учит, и тут можно видеть работы. Некоторых людей, которые занимаются меньше, чем я, и у них технически очень здорово получается. Работы мастерицы Ивана уже оценили не только гости выставки, но и родственники. Они в восторге. На самом деле, все видели мою работу и предполагали, то есть, как всегда, семья думает, что у меня, наверное, нормально, а у остальных, ну, тоже еще лучше. А по факту тут каждая работа заслуживает просто овации. Овации заслужил действительно весь коллектив арт-мастерской, который в прошлом году объединил 28 представительниц прекрасного пола. Потому что выполнено все настолько профессионально, красиво, а может быть, просто потому, что эти наши милые дамы по-настоящему всем сердцем любят нашу. И поэтому подарили нам такую замечательную, прекрасную выставку ко дню рождения. Выставка родному округу с любовью будет работать до конца сентября.